Бюрократ, имей в виду! Шаурму не дам в виду! Одесские власти объявили шаурму вне закона. Их обеспокоило массовое отравление в городе Измаил. Там отравилось около 90 человек. Мэрия Одессы решила закрыть все точки по торговле фастфудом. Повод – несоблюдение предпринимателями санитарных норм. Хотели помочь малому среднему бизнесу. Малый и средний бизнес отдельно его представители обнаглели пользуясь этой сегодня ситуацией и творят, что они хотят. Под запрет попали и уличные точки, и рестораны. Это фастфуд в туристическом квартале. Ави, хозяин, заявляет. Его продукция хорошего качества. Выполнять распоряжение мэрии он не собирается. Я не согласен. Я вообще из Израиля. Я привез сюда технологию Израиля. У меня шаурма приготовится точно так, как Израиль, по технологии. Одесские журналисты тоже посчитали решение мэрии абсурдным. Они вышли на акцию протеста. Назвали ее «Шаурмарш». Это авангард абсурда, но впереди, конечно, мэрия. Мы за ними. Номер два. На марш пришли полсотни людей. Виктор завсегдатый фастфудов. Без них жизни не представляет. Придется идти в супермаркет, покупать еду, готовить ее самому. И я, как повар, приветствую шаурму. Отдельным пикетом выступили приверженцы национальной кухни. Они кормили прохожих варениками. Проводят аналогии с недавним маршем равенства и сторонниками традиционных семейных ценностей. Нужно показать, насколько нелепыми выглядят марши традиционалистов. В этом наша была цель. Поэтому мы решили выступить за славянскую кухню, как это было недавно, я думаю, ассоциации и сны. Гастрономические оппоненты встретились на Приморском бульваре. Вступили в дискуссию. Победили любители фастфуда. «Шаурма! Шаурма! 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 Шаурма!» Марш не понравился одесскому градоначальнику. «Сначала нужно прийти поговорить с его стол, потом устраивать марш. А вы политический клуб». Труханов заявил организаторам, что борется не против бизнеса, а против отравлений. Будут закрыты только точки, нарушающие санитарные нормы. Все волатонане в настоящее время. Одесса.